Всем привет! У нас воскресенье. Я прилетела с зомбы и по дороге забежала в овощной. Набрала сегодня почти на 60 долларов, но арбуз был дорогой, 6 долларов. Потом что я еще взяла? Сливы. Вот сейчас сливы и персики сезон. Берешь и знаешь, что хорошие. Вот я даже их разрезала. А то когда сезон проходит, они как долго стоят у них в холодильниках, они чернеют. Теперь сливка вот какая. Смотрите, не зеленая, упругая, сочная. То же самое нектарин. Персики не брала, тоже были, но какие-то мелкие. Кукурузку взяла тоже 6 штук, 2 доллара. Взяла подсолнечное масло. Вот полно у нас масла и оливка, и масло есть. И из виноградных косточек. И какое еще? Сизом ойл. Но вот все равно рука тянется к подсолнечному маслу. Наверное, привыкли мы, что ли. Стоит оно 3 доллара литр. Чесночок. Две вот такие вот маленькие коробочки малинки, 3 доллара. Две упаковочки грибов. Апельсины, яблоки, груши. Взяла две упаковки черешин. Еще тоже пока есть. Они тут, вообще-то, их можно найти круглый год, но вот сейчас, вот сейчас они натуральные. Их сезон называется натюрскенди. Натуральные конфетки. Помидорки, сливки. Взяла нам бутерброды. Хэм. Блэк форестер я беру. Хэм. Кабанос опять взяла две палочки. Булочки. Вот такие вот три булочки стоят 1 доллар 19. Мягкие. Мягкие как пух. Я после зумбы голодная, как у золота. Перец. Ну и картошка. Взяла картошка такую большую. Прекрасная. Все, вот это добро. 58 долларов. А хэм и колбаса отдельно. Почти 10 долларов. Один фаунд. Это полкило. Этого хэма. Мяска такое нарезанное тоненько. Ну и две палочки кабаноси. 3,29. Я уже показывала. Я брала кабаноси уже как-то. Понравились неплохие. Копченая колбаска. Что еще Маша мне купила? Я спрашивала, есть ли у нее на работе какие-то вот такие вот феньки, которые делают вот из кабачка макароны. Маша принесла мне феньку за 15 долларов. Кабачок здесь можно превращать в макароны. Морковку. Тоже вот такую кудрявую штуку. Это что? Это тоже, наверное, кабачок. Огурец можно вот так вот нарезать. Мелко-мелко. Яблоко тоже. Морковку. Можно все. Но вот я сижу и думаю. Такая громадная эта коробка. Куда ее девать? У нас и так тут места вообще мало. Еще нету коробку. У нее тут куча насадок. Вот здесь они так засовываются. Компактное вроде все. Но все равно нужно место. У нас здесь такая вот эта квартира малогабаритная. И места совсем нету таких. Я думаю, что я сделаю эти, конечно, макароны один, два раза, три. Потом это все забудется. Что-то нужно такое маленькое в виде штопора, чтобы в руке покрутил, покрутил и сделалось макароны. Нужно такое поискать. Я думаю, что точно, наверное, есть. Но за 15 долларов что-то мне не хочется отобрать. Я точно знаю, что это будет сидеть просто без дела. Можно вот так вот делать жареную картошку такими вот тоненькими спиральками. Можно нарезать хоть редиску, хоть огурец, хоть все. Делать вот такие вот салаты. Тоненькие. Морковку, огурец, кабачок. Все, что хочешь. Все, что можно нарезать в эту штуку. Вот так вот вставить. Ну, не знаю, думаю, брать, не брать. И еще Маша купила. Тепа же у нас любитель мяско мариновать, всякие приправки мешать, как алхимик. Сюда ступка такая мраморная, с белого мраморного. 8 долларов. Были и побольше ступки, и подороже. Но, окей, хватит для нас. Мы на целый завод мяса не набираем, чтобы нужно было специи. Чуть-чуть. Перемолоть тут специи, обмазать мяско. И на пикник. Такая штука, достаточно тяжелая. Все, а я пошла. Ой, что-то нужно есть. У меня уже все телем будет от голода. Может, пойдем сегодня еще в магазин куда-то. Эту штуку, вот эту нужно отнести, наверное, будет. Все, давайте пока-пока. Встретимся еще где-то. А на обед у нас будет салман кусочек вот такой вот. Сейчас его забацаю в духовке. С рисиком. Сделаю такой вот рисик жареный. Работаем. Как я делаю салман в духовке, все знают. Ложу кусочек на луковую подушку. Целый лимон. Все это заливаю. Солю, перчу. И травки, приправки. И в духовку. Минут 45. В разогретую. Готовим. А вот и рисик подстрел. Как я делаю жареный рис? Фрай. Рай. Я уже показывала и не раз. И коричневый, и белый. Вот он тоже здесь с кукурузкой, с горошком. Жареный лучок. Яичко. Две штуки. Две штуки. И соевый соус. Хорошо перемешаю. И дошли. Фрай рай. Стоит. Моя рыбка готова. И первая порция тоже. Обед начинается. Всем приятного аппетита. Едим и погнали. Мы дошли в Волмарт. Тут есть мишенка, которая считает мелочи, если вы принесете. Да, с вами купюры мы бумажными. Это Волмарт. У них тут есть стенд. Сколько людей пропало? 14 381 человек. Дети. Вот они пропали. Их раздевкивают. Куда делись? Оказывается, не только у нас пропадают дети, здесь тоже. Когда об этом не задумываешься, не видишь такой информации, думаешь, все на месте, все в порядке. Леточка у нас в разгаре. И полно купальников. Можно купить отдельно. Анис поддельно вверх. Даже есть купальники с вышивкой, пожалуйста. Это Верх. Анис какой? Вот это тоже Верху расшитый. Это Верх. Анис. Анис простой, без вышивки. Цены здесь вот такие, средние. Не могу сказать, что дорого. Но и не даром, не дешево. И мне вот, мне не нравится такой вот, какой-то, это, не знаю даже, чей это стиль. Но в Волмарте больше отоваривается, темнокожие ребята. Конечно, все по чуть-чуть. Но мне кажется, их больше здесь. Может быть, потому что здесь Эрия. Больше такая, темнокожая. Хотя, может, я ошибаюсь, утверждать не буду. Опять купальники. Эти на клиренсе 9 долларов вверх или 9 долларов вниз кому что нужно. С всякими какими-то кружевами. Даже вот вырезанные. Опять, вышивка. рулит. В тренде, оказывается. Вот опять. А я только задумывалась. Что-то я не видела купальников вышитых. Неужели нету? Есть. Есть. И разная, и многих. Полна. Вот это Вера. Вот это вот такое. Дырочку. А Маша со Степой пошли камера в велосипеде прокололи. Нужно менять. Они пошли смотреть на камеру. А я, как всегда, здесь на шмаке смотрю. И детская одежда. Клиренс. Ну, давай посмотрим, что у них тут на клиренсе. 7,87. Но они дают все по 2 доллара. Шара, шара. бери, не хочу. И вот тут школьные кофточки. В некоторых школах униформы. мы здесь тоже обувь не покупаем. Рабочие ботинки здесь можно брать. Очень многие берут здесь рабочие ботинки. Вот они тоже по 20 долларов. 30, 20. Смотря какой бренд. Waterproof. детская обувь. Детская обувь. с memory foam. Мягенькая вот здесь вот в середине подошва. 13 долларов. Шара, шара. Они вообще невесомые. Шлепки вот такие 15. из черные такие. Ну вот единственные мне понравились на сегодня вот эти легенькие. Пропускают вот здесь воздух. И цвета есть неплохие. Вот и стулья есть такие как у нас. А 6 долларов low price. 2 осталось только. А я на себе нашла штуку. Ну вот тоже нарезать кабачки. Пожалуйста. Дешевле чем то что было. 10 долларов вообще-то. На 5 долларов дешевле. Ну и меньше оно. Не так много места занимает. Надувные матрасы 15 долларов. Вот смотрю банки продаются. 12 банок 12 долларов. И думаю неужели консервирование возвращается в жизнь. Упаковками продаются. Ну уж ни за что не поверю, что американцы будут что-то консервировать. Может кто-то другой, но не они. тарелки. Тарелки я бы бросилась, но это все пластмасса под мрамор. квадратные. Квадратные. Уже по-моему было. Все повторяется. Набор тарелок 50. белая посудка есть, кто любит. И оцинкованные тазики. Берем, ноги будем парить. Вот такая штука интересная. Вот такой классный тоже купить. Я на работе есть. Классная штука. 18 долларов. Но он большой. Но в нем удобно готовить. Все, мы отварились. Идем в машину. У нас жара Африка. На асфальте наверное можно это жарить. Людей полно, машин полно. А мы купили мороженое. Сейчас будем хавать. Больше никуда не пошли. Конгус есть, Fiji Макс. Не пошли. Чтобы мороженое не растаяло. Мы взяли конусы. Сейчас покажу. Решили охладиться вот здесь не отходя от кассы. Жара ужасная. Если едем домой все равно до дома не дотерпим. Вот тут. А на ужин холодный арбузик и доцет. Что может быть лучше в жару охлажденного арбуза. Ями-ями. Все, с вами прощаюсь. Всем пока. Всем хорошего настроения. Берегите себя. Бай-бай.